Оценить, как справились с ремонтом в детском саду и насколько рационально использованы средства, выделенные на реконструкцию помещений и территории по безбарьерной среде, сегодня приехали заместитель главы города Людмила Мурашова и начальник управления образования Наталья Микитюк. Из местного бюджета на ремонтные работы и на закупку оборудования 16-го детского сада выделено 326 тысяч. Это софинансирование, также выделены краевые средства, из краевого бюджета выделено 700 тысяч, а остальное – это федеральный бюджет. Все дверные проемы в детском саду стали шире для того, чтобы колясочникам было удобно проезжать в помещение. Убрали по всей территории ненужные порожки на входах, обеспечены свободные доступы к зонам гигиены. Ну а главное – это оборудование, закупленное по краевой и федеральной программе. Оно пока ждет своего часа в коробках, но уже в понедельник на открытии после ремонта родители с удовольствием оценят его эффективные возможности для реабилитации детворы. Реабилитационные кресла, вертикализаторы и наклонные, и стоячие, то есть для разного уровня сложности заболевания детей. Очень хорошее игровое оборудование для детей, оно так и называется – игровое оборудование для детей, для особых деток. Я вот посмотрела, действительно очень уникальное для тех деток, кто плохо видит, кто плохо слышит. То есть вот настолько все это на тактильном уровне можно с детьми заниматься, и это тоже, чего нам не хватало. Хорошо то, что вы пошли дальше. Вы пошли не только для, вот, начали обращать внимание только для опорно-двигательного аппарата для ребятишек, но также зрение и слух. В общем-то, это работа будущего. То, что делают для развития малышей в детском саду «Пчелка», это на самом деле работа будущего. А Напе повезло, что Людмила Валентиновна сумела воплотить свою мечту, и пока это единственный такой детский сад в стране. В понедельник он вновь примет под свои уютные своды детвору. Здесь все делается для того, чтобы вовремя принять детей, как и обещали.